всем привет и мы снова с вами newsblock крипто возвращается в новом формате в котором мы за минимальное время расскажем вам о самых важных и интересных событиях произошедших в мире и конечно же в мире крипто и так сегодня в выпуске регулятора гонконга обсуждают допуск розничных участников к торговле в крипто и т.ф. общий объем выпущенных токенов и из детей достиг исторического максимума языковой чат-бот игрок и ай детища илона маска будет интегрирован в социальную платформу x блокчейн кардано на пороге истинной децентрализации и речь идет прежде всего об управлении проектами более полумиллиона долларов было украдено из-за мошеннического приложения ledger life сумевшего попасть в магазин microsoft эти и другие новости более подробно в сегодняшнем выпуске оставайтесь нами регуляторы гонконга думают допустить розничных участников крипто spot и т.ф. в рамках амбициозного плана стать хабом цифровых активов в азиатско-тихоокеанском регионе регулятор гонконга думают разрешить инвестиции розничным игрокам в крипто spot и т.ф. генеральный директор комиссии по ценным бумагам и фьючерсам гонконга джулия лен сказала мы рады приветствовать инновации повышающие эффективность и качество обслуживания наших клиентов если новые риски будут устранены мы будем рады попробовать наш подход последователен независимо от актива здесь важно отметить что предложение bitcoin spot и те в для розницы открывает доступ к крипто активам той части которая не является крипто энтузиастами а с учетом текущего уровня распространения крипто это может стать гигантским катализатором для роста цены активов новый исторический максимум объем тизера есть дети преодолел отметку в 85 миллиардов долларов и да вы не ослышались рыночное предложение крупнейшего стейблкоина тизер и есть дети достигла нового исторического максимума преодолев ранее установленный рубеж в восемьдесят четыре миллиарда по данным платформа into the block оборотные запасы и есть дети составляют 85 и 42 сотых миллиарда долларов что на 22 процента больше аналогичного периода прошлого года напомним что объем юэс детей перевалил отметку восемьдесят четыре миллиарда 22 октября этого года а спустя две недели объем взмыл и преодолел отметку в восемьдесят пять миллиардов долларов согласно данным аналитической платформы дефил лама юс детей занимает долю около 68 с половиной процента от общего объема рынка стейблкоинов но главное в этой новости совершенно нет цифры а в том что приток юс детей на бирже продолжает активно расти за три месяца объем юс детей на биржах вырос 17,6 процентов до примерно 25 процентов при росте активов 10 крупнейших адресов 7,3 миллиардов до 9,42 миллиардов долларов и совершенно не финансовый совет пристегните ремни илон маск интегрирует x и ой в свою сеть x сможет ли это затмить чат gpt после запуска grog и ой конкурента чата gpt владелец x илон маск объявил об интеграции своего стартапа x и с социальной медиаплатформой x илон маск генеральный директор тесла подтвердил это и упомянул что оно будет интегрировано в приложении x а также будет и самостоятельным приложением grog это чат-бот созданный на базе x и ой с уникальным остроумием и чувством юмора который может отвечать искать информацию и задавать вопросы еще одно важное различие между grog и чат gpt в том что grog предоставляет данные в реальном времени в настоящий момент функции grog доступна ограниченной группе но вскоре она появится и у всех премиум пользователей сети x важно отметить что появление нового чат-бота усилит конкуренцию на рынке этих продуктов а значит все большее количество самых разнообразных фишек будет включаться как в коммерчески так и в бесплатные версии что только положительно скажется для конечного пользователя кардана готовятся к жизни без своего фонда что будет по завершению эпохи вольтера кардана находится на пороге серьезной эволюции в предстоящую эпоху вольтера который обещает полную децентрализацию и общественное управление сетью это пятая и последняя эпоха дорожной карты развития кардана воплотит в жизнь концепцию самоподдерживающегося децентрализованного протокола с запуском cip 1694 запланированного на первый второй квартал 2024 года эра вольтера вскоре сделает кардана одним из первых крупных блокчейнов достигших истинной децентрализации этот монументальный переход обещает изменить облик всей блокчейн индустрии сейчас фонд кардана оказывает поддержку однако после эпохи вольтера фонд возьмет на себя риски и инициативы которые коммерческие организации обычно избегают то есть рисков возникающих при реализации важнейших высокоприоритетных проектов являющихся коммерчески не жизнеспособными а что там по управлению делегированные представители или дирекс это организации повышающие качество управленческих решений за счет полномочий предоставляемых пользователями делегирующими им свои токены в общем на первый взгляд кажется ничего нового и ничего серьезного однако это не так у нас с вами есть возможность увидеть самый первый блокчейн включая его проекты которые будут полностью управляться сообществом и в зависимости от того насколько далеко отойдет от управленческих решений фонд такое изменение действительно может стать революционным в жизни развития и управления блокчейна из запаленной программы ledger life проникший в магазин microsoft украли 588 тысяч долларов почти 600 тысяч долларов сша биткоинах было украдено у пользователей скачавших поддельные ledger life в магазине приложений microsoft мошенник получил около 16,8 биткоинов на сумму 588 тысяч долларов в результате осуществленных 38 транзакций в настоящий момент паленое приложение уже удалено компания ledger никаких комментариев на этот счет не дала но ранее сообщила пользователям что цитата единственное безопасное место для загрузки ledger life это его веб-сайт ledger.com издательство coin telegraph обратилась за комментариями и к компании microsoft но на момент публикации этой новости ответа так и не получила добавлю от себя что всегда старайтесь скачивать программы работающие с вашими финансами у первоисточников а если это все-таки магазин приложений обязательно смотрите на комментарии количество скачиваний и рейтинг программы хорошо известные находящиеся на слуху приложения никогда не будут иметь маленькое количество скачиваний и это один из первых признаков который должен заставить вас насторожиться по мнению криптоюриста урегулирования в размере 20 миллионов долларов это в 99,9 процента победа для ripple известный юрист по криптовалютам джон титон поделился своим мнением по иску комиссии по ценным бумагам и биржам сша против рипу он утверждает что выплата сумма в размере 20 миллионов долларов или меньше станет для компании значительным юридическим триумфом люди утверждающие что сек одержала победу в 50 на 50 в деле ripple ошибаются скорее это 90 на 10 в пользу ripple если в итоге ripple заплатит 20 миллионов долларов или меньше это будет юридической победой на 99 и девять десятых процента в своем сообщении стюарт альдеротти главный юрист ripple дополняет сюжетную линию указывая на то что на этой неделе сек потерпела еще одно поражение продлив серию своих неудач напомним что в декабре 2020 сек возбудила судебный иск против компания ripple labs обвинив фирму в проведении незарегистрированного размещения ценных бумаг путем продажи xrp ее собственные криптовалюты и на этом наш выпуск подошел к концу в настоящий момент мы с командой работаем над оптимальной продолжительностью серии и их частотой поэтому на полном серьезе просим вас написать в комментариях ваши пожелания последующие news блоки будут претерпевать изменения и естественно с учетом ваших пожеланий в общем ждем вашей обратной связи и до встречи в следующем выпуске